Перед тем, как начать рассказывать очень подробно о выращивании рассады для продажи в тоннелях, я несколько кусочков видеороликов прошлогодних вам покажу. Назову даты, и чтобы вы поняли, когда я высаживаю, какие катаклизмы наши в суровой погоде переживает рассада. Все это вы увидите, прям ролики буквально минутные. Вот высадка 24 апреля. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот я продолжаю высаживать томаты и хотела особо показать более подробно, как я делаю выемку, потому что это очень важно. Так получилось в прошлом году, что сразу после высадки у нас пошел снег и началась плохая температура. Я в прошлом году даже не успела вторые дуги укрыть и не успела даже прикопать. Смотрите. У нас настоящая новогодняя погода, такие хлопья снега. Красивые-красивые. Даже не верится, что где-то там в глубине живут растения, сидят и молятся Богу о хорошей погоде. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. Хочу показать вам свое сказочное подземелье. Это очередная серия нашего огородного сериала. Смотрите, я сейчас открыла торец вот у своих тоннелей, чтобы заменить свечки. Я уже сегодня говорила, что к нам пришло похолодание, ночью было минус один, сейчас ноль и идет пар изо рта. Видите? Я не знаю, видно вам или нет, но это значит, что очень холодно. Вчера в ночь мне пришлось, я говорю, давно не жгла свечи. Но это тоже действенный метод, вот какие народные средства, когда уже ничего невозможно придумать. Тут естественно, что нет электроэнергии. Вчера я зажигала свечи, вот сегодня утром пришла, все они прогорели. Я решила поставить еще одни и решила сегодня положить. Почти сразу же после высадки нас завалило снегом. Вот это 28 апреля такая погода, смотрите, 27, 28, несколько дней мы были в сугробах. Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 апреля, у нас ничего не изменилось, по-прежнему мы все под покровом снега. Снег не тает, потому что температура довольно-таки низкая. Еще в конце вставлю маленький видеоролик, какая прекрасная вчера была погода. Вот этот снегопад, вот новогодняя погода вообще, даже не верится, что апрель, и даже не верится, что где-то уже живые растения растут. Посмотрите. Оказывается, во время выращивания помидор можно и бабу снежную слепить, и в снежки поиграть. Я вышла сгрести снег с тоннелей, внук со мной, ну тут так увлекательно, вот и бабу снежную катаем, и в снежки играем. Снега столько много, что пленки начали проваливаться туда вниз, и вот сейчас придется все сгребать, все сметать. Это вот такая у нас весна. Ну и вот это видео, снятое 22 мая, покажет вам, что, несмотря на все, назло всем врагам, снегопадам и морозам, рассада выросла, как всегда, хорошая. Смотрите. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 мая, которые высажены были рано. Вот сейчас я подойду и покажу вам, расскажу, особенности какие. Вот смотрите, я еще когда высаживала и когда заглядывала туда, я сразу говорила, что в средине, вот когда выращиваешь тоннели, в средине всегда идет рассада более сильная такая, более здоровая, потому что остальные их прикрывают во время мороза своими телами, и они у нас получаются самые-самые такие. А по краям они все живые, все хорошее, но они отстают. Вот этот лист, вот с этими листьями они переживали мороз. Видите, он немножко прихвачен с края. И вот у этого прихвачен, и вот у этого. А те хорошие зеленые, это уже которые наросли потом, после этого. А вот у центральных даже нет прихваченных листьев, потому что, еще раз повторю, их вот эти вот друзья-братаны прикрыли с обоих сторон, и тут получается самая толстая рассада. Ее я начинаю выдергивать в самую первую очередь, потому что вот всю остальную грядку еще рано ей. Сейчас покажу, какой корень. Вот какая корневая система получается у моей рассады, которая выращивается в тоннелях. Вот в те минусы, когда мы здесь катали снежные бабы, когда мы здесь играли с внуком в снежки, в это время она усиленно формировала себе корневую систему, потому что она знала, вот эта помидорка, что если даже макушка у нее примерзнет вообще по самый корешок, корень-то ей потом пригодится. Как только наступит тепло, можно вырасти через пасынок, через какой-то отросток там прикорневой. Но корень для растения вот в такой ситуации, самое главное, оно это понимает, вероятно, и она наращивает очень-очень сильно. Ну вот смотрите, разве может быть где-то на окне в стакане, чтобы выдернуть ее и вот такие корнищи, а вот эти белые, которые вот молоденькие, много-много-много, это она еще раз уже активизировалась после того, как наступило тепло. Сейчас она вообще разрастется, я последние уже не могу даже руками выдернуть, они до того уже с грунтом сцепляются, но очень сильные. И как вы видите, рассада очень крепкий, у нее уже ствол одервеневший, то есть она уже вполне взрослая, и вот здесь, эх, плохо всего одну руку-то иметь, и вот здесь уже, сейчас подождите, раскопаем, вот не так далеко уже до цветочной кисти. Но я не знаю, поверите или нет, я вам скажу, что мы вот когда, это же я выращиваю для открытого грунта, мы высаживаем, у нас сибирский регион, Алтайский край, высаживаем после 10 июня все нормальные люди в открытый грунт, и вот к 10 июня эта рассада уже цветет, то есть она уже все взрослая, здоровая, крепкая, с такой огромной корневой системой. И как правильно, вот вчера заметили, когда я выдергивала с грядки, где прямым посевом, я с ними не чекаюсь, все спрашивают, как вы ее продаете. Вот я ее полью сильно-сильно, чтобы грунт был очень мягкий, очень влажный. Беру вот так за шкирку, как этот, и просто вот так вот выдергиваю, из-за того, что земля здесь мягкая, но она как, наносили тут перегной, землю, он вырывается вместе со всем корневым комом, и не обрываются корни, и не повреждается вот эта вот корневая система его, видите, все корешки целые. Специально для этого делаю пушистую, мягкую землю, чтобы мне потом... Я не подковыриваю, я не подкапываю ни лопаточкой, ни совочкой. Вот, например, мне нужно 100 штук, если... Где ж тут будешь ковырять? Вы сами понимаете, что июнь, жара, голову печет, в наклон стоять пожилому человеку тяжело. Я просто иду, и самых жирных... Хоп! Хоп! Иди сюда! Иди сюда! Раз! Надергала 10 штук, все корневые, рукой вот так в одно, и в целлофановый мешочек, все, нате, получите. Потому что я, еще раз повторяю, она же вся из дома у меня, вот на нее уже все, она почти вся расписана, она заказана, я ее из дома все продам. Но те, кто берут, например, у меня вот прошлые годы я сотрудничала с девочками с базара, кто берет на базаре, она вот такая, если туда еще подлить в мешочек воды, вот эта вот рассада, именно эти сорта выбираю, которые долго стоят, она не вянет 2, 3 или 4 дня, и потом, ее даже когда высадишь, это не отражается никак на дальнейшей ее жизни, на результате, очень выносливая. Поэтому вот, кто интересовался этой темой и зимой меня слушал, я называла все сорта, которые я использую для выращивания в тоннелях, вот так вот на улице, в Сибири, в мороз и в холод, конечно, не всякие. Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 февраля, и сейчас я буду отвечать на один вопрос зрителей моего канала YouTube, вернее, не на один вопрос, а на многочисленные, именно про выращивание рассады в тоннелях без применения теплиц, про вот эту вот бизнес-идею. Короче, будем рассматривать огород как источник дополнительного дохода, как бизнес. Позавчера я выложила вот это видео, видите, вот этот вот снимочек про закаливание рассады, и использовала как раз к этому видео фото прошлых лет, где вот этот лоток с рассадой стоит, который я приготовилась в эту, ну, в тоннель высаживать. Так как нынче у меня вот этого массового выращивания рассады уже не будет, а вопросов приходит очень-очень много, как я выращиваю. Многие люди хотят перенять этот опыт, чтобы, ну, заняться вот таким немножко увлекательным делом, прибыльным. Я думала-думала, ну как, как показать, если нет уже этого тоннеля, нет ничего, есть только старые фото и какие-то там. И вот вчера как раз только прочитала комментарий одной зрительницы, когда она спросила, а на каком расстоянии вы высаживаете, а какие сорта, потому что это вот ведь с наскоку, что попало туда и как попало, не навысаживаешь, нужно же уже иметь какую-то инструкцию или хотя бы опыт. И я как раз вчера зашла в свою группу Огородная Азбука, и повезло, тут одна из зрительниц нашла мою статью старую, какого года, сейчас посмотрим, а еще двухлетнюю, вот, в марте 18-го года. У меня некоторые сайты, ну, и в прошлые годы сейчас просят размещать мои материалы, просят разрешения, я им предоставляю фото, предоставляю статьи, они у себя для своих зрителей размещают. И вот эта зрительница нашла вот эту мою статью с фотографиями, со всем, и я так обрадовалась, ничего уже придумывать не надо, я сейчас вам все эти фото, всю эту статью прочитаю, тут все у меня расписано, писала, еще раз вам напомню, два года назад, если будут какие-то дополнения, я в конце скажу, сразу скажу, что это видео не для всех, это только для тех, кто хочет как бы немного полупрофессионально уже углубиться в выращивании растений, в выращивании рассады. Это вот взято с сайта Современная усадьба, ну, статья моя авторская, там внизу вы его видите, они написали рубрика томатов усыпанной, эксклюзив, как вырастить много рассады без теплицы. И как раз вот это фото, которое я прикрепила позавчера к видео, как я закаливаю рассаду, перед тем, как в тоннель вынести, я ее, конечно, несколько дней закаливаю. Вот они, эти бесконечно длинные тоннели. Смотрите, какая там крепкая, какая там густая, мясистая рассада. И сейчас я буду рассказывать, как я ее получаю без применения в теплице, в сибирском регионе, в холодном климате. Иногда под снегом она там растет. Кто видел прошлогодние мои видео, наверное, помнит, что я там свечки во время того, когда снегом все завалило, я там свечки зажигала, с той и с другой стороны. И рассада потом пахла таким, как копчененьким салом. Все еще смеялись, что рассада томатов с запахом копчености. Так, начинаем. Сейчас приближусь, чтобы именно статья, прочитанная, будет идеальный вариант, потому что каждый человек потом сможет открыть это видео и посмотреть всю информацию. Можно послушать, даже не глядя, занимаясь своим делом, прослушать как лекцию. Все это для тех, кто хочет получить какой-то доход со своего огорода. Пусть небольшой, пусть на покупку пленки, на покупку теплицы, на покупку шлангов, но чтобы не тратить свою пенсию или зарплату. Все. Начинаем. Я живу в сибирском регионе и занимаюсь огородом уже более 30 лет. Сейчас вырастить рассаду можно в поликарбонатовой теплице, но когда теплицы не было, нам приходилось придумывать разные способы сохранения молодых растений от весенних возвратных заморозков. Именно тогда я начала сооружать двойные тоннели, состоящие из внутренних и внешних дуг с воздушной подушкой между ними и выращиваю в них томаты до сих пор. Но это еще было 2 года назад, сейчас уже в этом году не буду выращивать. Только раньше я выращивала в них по несколько десятков растений для получения раннего урожая, а теперь я использую их для получения рассады в больших количествах для реализации. Из тоннелей более выносливые растения. Рассаду для торговли можно вырастить и в теплице. Так я тоже делаю, но томаты в теплице получаются менее закаленными. Часто вытягиваются, а уличная рассада напротив. Никогда не вытягивается, получается коренастой, выносливой, с более сильной корневой системой. У нас в Сибири редко кто решается высаживать что-нибудь в открытый грунт до первомайских праздников. Раньше я тоже была уверена, что все это обязательно замерзнет, как многие из нас и сейчас до сих пор думают. Но так как я люблю поэкспериментировать, то лет 10 назад решила попробовать высадить целую грядку рассады томатов в ранние сроки. Пикировать в апреле из лотков сразу в открытый грунт. Идея для бизнеса. Подтолкнула меня на эту мысль о предстоящей пенсии. Я усиленно думала, чем бы мне заняться после выхода на пенсию. Зная себя, я была уверена, что сидеть без дела не смогу, и я заранее придумала, что можно заняться выращиванием растений. Я это любила, и мой многолетний опыт, который я уже накопила к тому времени, позволял заняться этим профессионально. Начиная заниматься растеневодством, я сразу решила, что пойду своим путем и буду придумывать и опробовать свои способы выращивания, которые могут мне расширить мои возможности. Как я уже говорила, идею массового выращивания рассады томатов без применения теплиц я обдумывала давно. Тогда поликарбонатовых теплиц еще не было. Ну, по крайней мере, у нас не было. Собственный ноу-хау. Я ни разу до этого не видела нигде таких сооружений для большого количества томатов. Все это было только у меня в голове, но я подумала, что если я смогу вырастить таким образом 20 корней для своего огорода, то почему нельзя сделать тот же самый тоннель для нескольких тысяч сеянцев? Я села, начертила примерные схемы двойных дуг, подумала, какой оптимальной ширины нужна грядка, и понемногу все разложилось по полочкам. Осталось только применить на практике. Вот вы видите снимок, это самая-самая ранняя-ранняя весна, еще нигде ни зелени, вообще ничего нет. Видите, вот здесь у меня обычно нарциссы. Раз ни нарциссов, ни тюльпанов нет, значит вообще еще очень рано. Первый раз, конечно, было страшновато выкидывать их. Так, на практике. Раз уж заниматься, так с размахом. Весной я сделала грядку длиной 8 метров и шириной 1,4 метра, с учетом, что на этой максимальной ширине будет выставлена вторая внешняя дуга, а первая внутренняя на расстоянии 10 сантиметров от нее. Значит, рабочая поверхность гряды под рассаду получается, ну полтора метра, короче, общая ширина грядки, минус 20 сантиметров с одного края отступаю, 20 сантиметров с другого, получается 1 метр, 100 сантиметров для посадки именно растений, по 10 сантиметров края до первой дуги и через 10 сантиметров вторая дуга. У меня есть где-то видео с чертежами, я потом постараюсь, кому надо выложить. Воздушная подушка между первой и второй дугой позволяет хорошо сохранить тепло и предохраняет рассаду от замерзания при отрицательных температурах до минус 5 градусов. Это все уже проверено, но и неоднократно. Вот здесь ноль лишний почему-то. В первый раз высаживать туда рассаду было немного страшно, ведь на одну грядку помещается более 1000 сееменцев, на посев и выращивание которых ушло столько сил и времени. Если непонятно, я сейчас расскажу. Вот смотрите, вот эта ширина. Так, сейчас. Вот эта ширина вскапываю полтора метра. 10 сантиметров отступаю от растений, первые дуги ставлю. Еще 10 сантиметров отступаю, ну первые закрываются, вторые дуги ставлю. И получается вот все полтора метра у меня в дугах. Так, ну первый же год показал мне, что мои расчеты оказались верны, и томаты под двойным укрутием могут пережить даже минусовые температуры. Наоборот, они там не вытягиваются, из-за того, что на поверхности прохладно, у рассады сильнее развивается корневая система. А зелень потом очень быстро нарастает, как только наступает лето, как только наступает тепло. Но тут получается по тому же принципу, как мы говорили про пикировку. Вот после пикировки, когда мы выставляем с более пониженной температурой, оно надземную часть не наращивает, зелень остается маленькой, такой небольшой, а корневая система все растет, 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 увеличивается. И также вот в тоннелях наверху холодно, листики не растут, а корни-то все равно растут, и она как бы готовится к рывку. Не все сорта для таких тоннелей. Так, вот про сорта это очень важно, хочу отдельно заострить ваше внимание. Конечно, всем ясно, что не каждый сорт может вырастить, можно высадить в открытый грунт в апреле месяце в сибирском регионе и надеяться, что он выживет заморозки до 5 градусов Цельсия. А, это градус, а не нолик. Даже под двойным укрытием. Перед тем, как я остановилась окончательно в выборе сортов, перепробовала их очень много, подходят далеко не все. Сразу откидывайте все высокорослые сорта, типа Дебарао, Золотая Рыбка, Космонавт Волков, Розовые Гиганты и другие. И не потому, что они обязательно замерзнут, в случае с высокорослыми сортами нас подстерегает другая неприятность. Они очень быстро вырастают в высоту и, упираясь в потолки тоннелей, деформируются и даже обгорают на солнце. Я попробовала один раз вырастить этим способом сорт Король Гигантов. Весна в тот год была ранняя, без сильных морозов. Вся рассада росла на глазах и очень скоро уперлась в потолок тоннеля и стала обгорать. Открыть я ее не могла. По срокам было еще очень рано. Ну, ночные заморозки еще могли быть. Так она загнулась вся, а верхушки с зачатками цветочных кистей сгорели совсем. Растущие же на этой же гряде низкорослые детерминатные сорта чувствовали себя прекрасно и к положенному сроку были отличные рассады. Я сделала вывод. Высокорослые томаты лучше не высаживать и никогда не высаживать сорта с разной высотой рассады. В тоннелях нужно выращивать рассаду только до терминантных низкорослых сортов. Рассада получается невысокой, крепкой, красивой. Она не падает, не вянет на солнце во время продажи. С таких сортов нет отходов на лом и другие списания. Идеальные сорта, которые я использую, только те, которые имеют толстый стебель и мясистые объемные листья. Это те самые толстоногие, сибирские, неприхотливые, про которые я уже говорила. Из крупных это демидов, настенька, алтайский сюрприз, жиростойкий болезнь неустойчивый, петруша, огородник, сибирская тройка, роза ветров и более мелкие. Ринет, полюс, таймыр, аляска, буян, гном, снежная сказка, дюшис, штамбовый закол, засолочный. Таких сортов много сейчас, за эти два года еще добавилось. Но принцип такой. Вот эти толстоногие, которые невысокие, до 70 сантиметров, которые в росте, в готовом, ну как во взрослом состоянии. Только те, которые изначально коренастые и не вытягиваются в рассаде. Половина этих сортов сибирской селекции, но я уверена, что если вы живете в другом регионе, у вас тоже есть какие-то свои местные детерминатные сорта с толстыми стеблями, мясистыми листьями. Можете попробовать и испытать их. Теперь о сроках посева. Потому что именно сейчас я хочу выложить эту статью, потому что в марте я уже начинаю сеять, вот с 10 марта я начинаю сеять для тоннелей, вот эту для выращивания рассады. Хотя эти сорта можно сеять и позже, но так как они будут в холодных, в неблагоприятных условиях, то у них немного затягивается вот этот вот период выращивания, их нужно пораньше немножко посеять. 10-15 у меня были посевы. Сею в привычные для нашего региона сроки, в средине марта. Начинаю примерно 15-20 числа и заканчиваю 25-28. Так как у меня большое количество, то я сею на протяжении нескольких дней, с утра до вечера, ведь мне необходимо, чтобы был один срок посева, то есть вся рассада, чтобы имела один возраст. Потому что и высаживать я ее планирую в один срок, тоже в течение недели, и мне нужны равномерные посадки, вот только поэтому я стараюсь быстро-быстро все посеять. Так, нужны равномерные посадки. Если у вас небольшой объем, можете выбрать любой день во второй половине марта. Даже если посеять чуть раньше, рассада не перерастет. Это характеристика этих сортов. Они не вытягиваются в рассаде. После посева в течение месяца от вас требуется только полив лотков. При посеве 15-20 марта, примерно через месяц, 15-20 апреля, я начинаю высаживать рассаду в тоннеле. Последнюю неделю перед высадкой лотки с рассадой у меня уже стоят на улице и привыкают к солнцу. На ночь в холодную погоду лучше заносить. Если весна теплая остается на улице и ночью, это вот то самое, что я говорила о закаливании. Закаливание перед высадкой в тоннеле обязательно. О схеме высадки сеется в грунт. Накануне вечером нужно хорошо полить лотки, но не переливать, иначе завтра грунт в лотке не будет рассыпчатым. Выенка сеянцев доставит вам много хлопот. Много сеянцев сразу вынимать нельзя. Нужно постараться оптимально сократить время ожидания, то есть от выемки из лотка до высадки в грядку, чтобы они на воздухе долго не лежали, чтобы корни не заветривались. То есть сделать все возможное, чтобы растение даже не заметило, что вы его перекинули с одного места в другое. Вынимаем половину лотка, рассадили. Вынимаем другую половину. Причем все дырочки под сеянцы нужно сделать заранее, до выемки растений из лотка, чтобы они у нас не ждали. Я делаю так, всю грядку маркирую, намечаю помидорным колышком путем надавливания будущие рядки, ну так же как в лотках рядок, рядок, рядок. Делаю палочкой дырочки, и только потом иду вытряхивать сеянцы из лотка. Между рядками 8-10 см, между сеянцами в рядке примерно такое же расстояние 6-8-10 см. При такой схеме посадки на одной грядке длиной 8 метров я размещаю 1500 корней. 1500 на грядке, которая в длину такая же, как теплица 8-метровая. В хороший год вырастает все. В неудачный год, во время лютых весенних морозов, бывает и такое, до минус 7, замерзают крайние ряды по всему периметру. Вы к этому должны быть готовы, что с краю могут замерзнуть. Остальные сохраняются. Никогда не подогреваю тоннели, потому что в случае заморозков приходится греть теплицы с высокорослой, с той нежной рассадой, которые крупноплодные, которые неженки. Там вот я грею высокорослую рассаду, перцы для своего огорода, и большая мощность у нас не выдерживает просто проводка, поэтому тоннели у нас на самовыживание. Уличные выживают как могут. За много лет не было случая, чтобы замерзло все. В теплице потери были чаще. Из-за перерастания и полигания иногда падали. Вот вырастают высокие, падали взрослые посевы рассадов по принципу домино за несколько дней до продажи. Один завалился, и других всех свалил. Там и подпорки ставлю, и все. Эта рассада не падает, потому что она коренастая. Вот смотрите, тут даже видно, она немножко как с фиолетовым оттеночком. Они все толстенькие. Они все такие... Это вот еще тоннель закрыт, а сейчас будет теплее, я еще его открываю, полью хорошо, и на солнце они моментально обрастают вот этой зеленой листвой, наращивают зеленую массу. Теперь, как устроить термостоннель, само устройство. Теперь расскажу, какие укрывные материалы я использую, и как закапываю их, чтобы получить термостоннель. В первый день после высадки сеянцев я выставляю только внутренние дуги, то есть я не успеваю и высадить рассаду, и еще все закопать, заковырять полностью, только одну дугу. Так как посадить рассаду, сделать укрытие полностью не хватает времени, отступив на 10 сантиметров от крайних сеянцев, как я только что говорила, втыкаю первые две дуги по торцам, потом высчитываю, сколько будет металлических и пластмассовых дуг между ними. Так как металлические дуги из прутка намного дороже пластмассовых, я их чередую. Выставлять только металлические дорого, но без них только пластмассовые неудобно, потому что в жаркую погоду они размягчаются, и тоннели теряют первоначальную форму, как бы прогибаются. Я пробовала все варианты и остановилась на этом чередовать. Металл держит форму, а пластмассовые дуги выставлены между металлическими не дают укрытию опадать вниз и намного снижают стоимость сооружения, потому что если делать много тоннелей, как я делала, по 8, по 10, это будет дорогое удовольствие даже из дешевого металла. Выставив внутренние дуги, я накидываю на них нетканный материал и закрепляю его на конечной и начальной дуге. Как бы натягиваю с двух сторон, прям по ребрикам придавливаю. После этого можно накрыть сверху еще один слой, тонкий полиэтилен и начинать прикапывать. Длина обоих полотен одинаковая и высчитать ее очень легко. Это длина грядки, вот допустим, у меня 8 метров, потом высота дуги, один раз 80 сантиметров, один торец, другой раз 80 сантиметров и небольшой запас для прикопки по 30 сантиметров, два раза с той стороны, с другой. Все размеры примерные, и их можно менять. Ведь у меня длина грядки 8 сантиметров, высота внутренней дуги 80-100 сантиметров, еще 30-40 для закрепления. Получается 10 метров 80 сантиметров длина первого укрытия. Если у вас грядка короче, будет короче. В ширину почти все укрывные материалы 3 метра. Это идеально подходит для внешних дуг, но диаметр внутренней дуги намного меньше, поэтому вам придется или закручивать и закапывать лишние сантиметры, или сразу до начала работ обрезать пленку, уменьшив ее ширину. Говорю все это так подробно, потому что с этим вы потом все равно столкнетесь, и вы не будете знать, что с этим делать. Чтобы сделать из тоннеля термос и создать там парниковый эффект, нужно все края закопать в землю. Мало вот поребриком или кирпичом придавить. По всему периметру я делаю углубление в виде траншеи. Ну, траншеи это сказано громко. Канавка. Достаточно глубины 10 сантиметров. И накрутив укрывные материалы на палки, у меня помидорные палочки, уложив в канавки, присыпаю все землей. И нетканный материал и полиэтиленовую пленку я накручиваю вместе на помидорные колышки. То есть две пленки на одну палку. Если погода стоит тихая и безветренная, больше ничего не делаю до следующего дня. Если ветрено, то поверх укрытия можно вставить еще одни дуги, чтобы сооружение не раздуло. И только на следующий день мы уже выставляем еще одни внешние дуги, и я решаю, будем ли мы их закрывать. Бывает, если теплая погода, вот в апреле бывает окно теплое целую неделю, бывает, что тоннель стоит так неделю или две, и только при похолодании накидываем еще один слой пленки на дуги. Внутренние дуги я всегда укрываю только тонким материалом, и пленкой, и нетканкой, потому что более толстый материал сложнее закапывать. Главная цель этих укрытий, вот тоненьких первых, внутренних, создать парниковый эффект, то есть непроницаемость. Туда не должен зайти ни воздух, ничего. Там как это, они там надышат, им там тепло. А наружные мы укрываем более толстой полиэтиленовой пленкой, их уже не обязательно закапывать, можно придавить, закрепить чем-то. И вот были годы, вот видите старые фотографии, были годы, когда я и на внутренней, и на внешней вшивала вот такие вот замки, такие остроугольные, чтобы не откапывать уже никогда их. Вот этот вот закопаю по всему периметру, я наружную-то могу откинуть, а тут раз, я расстегиваю, загляну, какая там температура, если там прохладненько, хоп, закрываю все, они у меня там в домике. Если там жарко, то я оставляю, например, или вот такую дырочку для выхода жары, или полностью до земли открываю. Сейчас у меня эти пленки уже валяются, все старые, если кому-то интересно, я потом покажу, как их делать. Хочу нынче для своих сшить одну такую вот, домик с замочком. Так. Так, закрепить чем-нибудь. Сейчас объяснение, для чего я все это делаю. Еще раз повторяю, рассада на улице не вытягивается, из-за того, что на поверхности прохладно, у рассады сильнее развивается корневая система, а зелень очень быстро потом нарастает, как только наступает тепло. Иногда бывают такие благоприятные условия, что вторая внешняя дуга остается у меня неукрытой, потому что нет морозов. Я просто всегда наготове и при малейшем похолодании накрываю вторым слоем. Но дуги все равно вставляю, даже если они пленкой не накрытые, чтобы потом раз и накинуть что-то. Хочу подвести итог всего моего рассказа. Экспериментировать можно и нужно. Иногда результаты превосходят все ожидания, но при этом всегда есть риск потерять все растения. Природа непредсказуема, и вы должны быть готовы к отрицательному результату. Нужна крепкая нервная система, и если вы не оптимист, лучше не беритесь. Можете получить моральную травму, если высадите 2-3 тысячи корней и заморозите их. Технология выращивания очень проста. Нужно только трудолюбие и упорство. Начинать лучше с малого количества. Высадите одну грядку. Осваивать новые способы выращивания рекомендую только после детального изучения вопроса. Не рекомендую выращивать в тоннелях высокорослые сорта. Не советую высаживать на одну грядку разные сорта, если они имеют разную высоту рассады. Незакаленную рассаду высаживать в тоннели нельзя. И не загущать посадки, а выдерживать расстояние между сеемцами. Вот фотографии мои, смотрите. После высадки такой рассады в тоннеле, я живу в Сибирском регионе, у нас очень часто бывают еще и снегопады. В прошлом году, по-моему, выпал снег по колено. Мы с внуком вокруг этих тоннелей лепили снежные бабы. Снежные лопаты и метлами сгребали снег, потому что он продавливал вот эту вот, туда старался продавить тоннель. Но открыв и посмотрев, там вот это вот их томатное царство, там так хорошо, там у них так уютно внутри, там тепло. И этим снегом, когда завалило, многие думают, что они замерзнут, но это получилось как дополнительное утепление. Они там выжили, и когда потом я их открыла, смотрите, какая получается рассада. Густая, сочная, жирная. Вот они они, каторжани. А, кстати, это фото даже не прошлого года, это позапрошлого. В прошлом году вообще нас завалило всех снегом. Мои результаты. Устройство тоннеля дело несложное, но трудоемкое. Укрытые материалы использую самые дешевые, там главное не толщина, а многослойность. Но от вас потребуется упорство и трудолюбие. В прошлом году в четырех таких тоннелях, ну это значит в семнадцатом, я вырастила 6 тысяч корней, потому что я потом и 30 тысяч высаживала, рассады томатов без теплицы и подогрева. Все посадки перенесли весенние заморозки 7 градусов, минус 7 в течение четырех дней. И снег, который лежал на тоннелях, постоянно несколько суток. Это каждую весну так у нас. Если есть желание, значит будет результат. Лично у меня всегда все задуманное получается. Если не с первого раза, так со второго. Не со второго, так с третьего. И так до бесконечности можно пробовать. Желаю всем удачи. Главное иметь оптимизм, энтузиазм. Все. Ольга Чернова, Алтайский край, город Биск. Фотоавтора. Тут еще у них подписывайтесь на мою группу, на мой канал YouTube, но это вам не надо. Вот. Эта статья находится сейчас у меня в группе. Огородная азбука Ольги Черновой. Можете прочитать ее там. А можете просто, если у кого-то есть вопросы, напишите к этому видео, кого интересует более подробно. Я с удовольствием вам отвечу. Люблю людей, которые всегда не боятся браться за что-то новое. Вот в прошлом году мне одна зрительница прислала фотографию. Она прислала фотографию вот такую. Я думала, это мой тоннель. Она говорит, Ольга Павловна, я первый раз попробовала, у меня получилось. И у нее рассада вот такая же, как у меня. Вот в точь-в-точь. Я так была рада. Я всегда боюсь, что кто-то начнет повторять, и будет у него какая-то неудача или что-то огорчение. Я буду вроде как виновата, но я так рада, что у нее получилось. Она говорит, мне не верилось. Ну вот такая же рассада получилась. Да, она все ее еще продала. И такая радостная. Кто-то уже на теплицу заработал таким способом, вырастив рассаду. Потому что тут не нужно ничего, никаких дополнительных вложений. Вот эти пленки, они недорогие. Доги почти у всех есть. Желаю всем удачи. Пишите вопросы, кого интересует вот к этому видео. Потому что сейчас у нас жизнь такая, что лишняя копейка никому не помешает, ни пенсионерам, ни молодым родителям, которые, может быть, хотят ребенку какой-то велосипед купить или что. Это прекрасная возможность немножко заработать. Даже если вы заработаете немного, но вы хотя бы получите какой-то опыт, и, может быть, у вас какой-то дальнейший род деятельности будет связан с выращиванием растений. Это очень хорошее занятие. Благородное, трудоемкое, конечно, да, хлопотное, рискованное. Но такое прекрасное. Все, до свидания.